ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Какие сортиры у меня выходной Дай бы тебе в морду О сколько охранников Значит всем дам У нас там сортиры Ни разу не заходил Даже не в курсках Сколько тут охраны И все охраняют сортир Ты у нас новая уборщица, да? За мной Как поет душевно А вот и наша сортира А если я не буду мыть Что интересно будет тогда? Я не буду Ну хорошо Видимо все по сценарию И Маленько помоем Сортиры Сделаем разнообразие Мне кажется Это какой-то Симс 4 Моем сортир Чиним еще бум Один готовый И еще один остался Я не понял В чем дело Край давай Хуже будет Эй А этот чего грязный Мой еще раз Слушай Нормальник обнаглел Пошел я отсюда уже Тебе в карцере понравилось что ли? Нет? Так домой давай Я не буду мыть Слушай, ребят Поход с вами Как-то не договориться Хорошо Пойдемте Все-таки помоем Еще один Это маленький Как-то лучше Чтоб сверкало Ладно, хватит Теперь марш в душевую К остальному стату Шагом марш Это можно Ладно, скалета Раздевайся И мой свое величество Витта, как водичка? Чего застряли, а? Шевелите булками Слушай, Фрэнки Хорошего Или по-плохому Выбирай Есть идея получше Долби своих петухов Ты вообще Шел бы ты Ясно Значит, по-плохому Ну, давай-ка В морду вводим Жирному Я даже с ним Церемониться не буду Абсолютно А все могло бы быть Слушай, ты реально Какой-то жирный Хе-хе Сейчас маленько Наваляем тебя Или он нам Нет, конечно, наваляем Давай-ка, сильный удар Витта Только, главное, не сдавайся Быстрее, Джо Времени мало Добьем его Я не знаю, это боец, а Ох Так, еще ребята есть Третий убежал Остался еще один Но жизни у нас Чертовски мало Мой шанс И сразу сильный хук Так, так, так Это что еще такое? И где Фрэнк? Давай, парень С песней А, еще В почте пришло Почитай Вроде важное Нет, нет, нет Мама умерла, пока Франческа меня навещала И вместо врача И свадьбы Все мои сбережения ушли на похороны Мистер Галланты хочет тебя видеть Пошли со мной Рад тебя видеть, сынок Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно Вчера парочка из них подкараулила Пепе Ни хрена себе парочка Ладно, ладно Но им это с рук не сойдет Что делать будем? Пепе уже все продумал Я тут кое с кем перетер Короче, у Нил сейчас один в спортзале Охрана вернется не скоро Просто отделай его как следует Сломай пару костей Как они мне сломали Ясно? Да, ясно Ладно, пошли Не пуха, парень Я тут подожду Если охрана вернется Я дам знать Ладно Тогда вперед Эй, Онил У меня тут к тебе одно дельце Вот ты-то мне и нужен Ты мне тоже нужен, качок Так, у него маленькая назад И... Идем наступление Не спасет Еще сильнее Не думаю Давай, слезняк, еще раз Давай, как... Как он? Слушай, довольно хороший боец Наш момент Умничка Неплохо Еще разок Что ты там сказал Про бабулю? Боже Из чего ты сделан? Малышка Ну же Постарайся Раунд два Сейчас разберемся Давай Я тебя прикончу Чертовски неплохо Очень даже хорошо Так, остался последний удар В нашу сторону И мы, походу, будем Трупником Хорошо, мы все-таки Не дадим Просто так тебе А вот теперь реально Один удар остался Все другие Все другие Так, Фух Как? Как? Мы попали А? Время Заткни пасть. Все обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементо. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся, он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал Клементо, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Эмпайр Бэй не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто, а мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет-нет-нет, ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементо. Да, но я даже не знаю, кто есть, кроме него. Кроме Клементо, есть еще два босса. Один Карло Фальконе. Второй Фрэнк Винчи. Карло молод и чистолюбив. На псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи, человек чести, уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я канцельер Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джо навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли. Но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Ох, друзья, нас освободили, Эдитик Джо. Наступило лето, и мне кажется, даже изменились машины. Да, вижу, даже есть какие-то новые машинки. Грузовичок такой. Ну что, пойдемте. Эй, смотри под ноги. Все нормально. Какая зелень-то приятная. Поговорим Джон, увидим его, как он изменился, посмотрим. И какие новости. А, тут у нас ничего не изменилось. Все то же самое. Вито! Ты из тюрьмы сбежал. Черт, как же я рад видеть тебя ни в робе и ни за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И нафигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так, какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. А ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть подъем. Плюс 200 баксов, и мы снова на коне. Вспоминай, привыкай. Надеюсь, за решеткой приводить не разучился. Новая квартирка. Пойдемте посмотрим. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Борчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Твоя квартирка дальше по улице. Прямо возле променада. Тебе понравится. Довольно симпатичная машинка. И четырехместная. Можно возить даже девочек. Так, хорошо, посмотрим по карте квартирка. Не очень далеко. Да, практически рядом. На что погнали. Посмотрим, как изменился город. Ух, машины реально какие-то стали скоростные даже. Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Климент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я зашелся с семьей Фалькона и теперь работаю на них. Правда? Ага. Вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не расскажу. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. И что, Дальтоник, красный же? Да какая разница, проеду уже. И вот мы приехали на новую квартирку. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди. Давай припаркуемся. Так что, нужно будет приодеться. Так, а какой этаж? А вот этажик, конечно, не в курсе. Так, поднимемся еще выше. Ну, вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. Ох, ну давайте послушаем. Дверь закрылась, все. Что побыстрее как-то? Что у нас тут? Давай посмотрим. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих, даже на троих. Да, как раз можно сменить волну. Чтоб маленько поменьше болта. Ну, квартирка, в принципе, очень неплохая. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь с вашего разрешения я поеду к следующему клиенту. До свидания. Пока. У нас есть одежонка, и он, наверное, может приодеться. Пора уже одеться реально красиво. Так что, отправляйтесь к джоу. Да, спать не нужно. Мы уже сразу отправляемся. Дверь закроем. И уже поедем к джоу. У меня есть свой гаражик. Можем посмотреть, что есть за машинки. Машинок у нас... У нас есть 200 баксов. Ух, как мы разбили нашу машинку в прошлый раз. Помните. Вот этот зверь. Так, ну хорошо, можно... Ух ты. Так, берем такую, наверное. Довольно симпатично. Поехали. Родная, подвинься уже. Там вижу копы. Нужно как-то аккуратно проехать. Как далеко ехать, сейчас мы посмотрим. В принципе, туда же вернуться надо. В принципе, туда же вернуться. По ходу авария. Кто виноватый? Можем выйти, разобраться. Чувак уезжает. Хорошо, поехали. Как машинку мы свой разбили-то? Красавец, Витам. О, Господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь? Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично. Он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Эй, Джо, вот и я. Эй, Эдди, как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да. Это мой друг Вита. Вита. Мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вита. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ха-ха-ха-ха, ну ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ох, у нас есть машинка. Довольно симпатичная. Ребята, загружаемся. Погнали на вечеринку. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди Койстер Бэй. Сейчас посмотрим, куда ехать. Центр города. Ладно. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решетку? Свободы. Понятно, кроме того. Я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет. Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай. Не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита. Девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. Вот он. Пульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Ты знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Ты что, дальтоник красный же? О, мы практически приехали. А, вот и наш бордель. Я говорил о тебе с Лео Голанта, Вита. Он рассказал мне, что Климента пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Ну... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке, и... Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Да, хорошо. Да. Все, детка, Кэш. Так, Виту, слушай. Я работаю на Карла Фалькона, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и... Раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята. И за общее светлое будущее. Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Карла Умный, он шарит в этой... Ну, в этой... Астрологии. Может, астрономии? Иди ты, спизда с ушами. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник. Если нечем рот занять. Вита! Поехали. Эй, Джо, подъем! Я доволен. Спокойной ночи, шлюхи. Нажрались, как свиньи. Один Вита трезвый. Ее сперли. Эй, зовите Хопов, вашу мать. Вот алкаша. Да вот она. Садись уже, алкаш. Нормально. Ребята нажрались просто в стельку. Эй, а ключи мои где? Вита поведет. А то она из нас из всех самых трезвых. А в следующий раз больше кислок, меньше пьянок. Ну, наконец, надели палец. И, походу, поработаем таксистом. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Фу! Чем это воняет? Эдип, не блеван он, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Френки Поттс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в бакате. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо больше что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, с каких-то доход кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике. Да, Вита, успокойся, Аэспета. Что-нибудь придумать. А что тут думать? Закопаем жмурикой, и все. Я уже подобрал местечко в старые аксероперы. Лопаты есть? Ну да, в багажнике. И яма уже готова. Походу у нас жмурик в багажнике, и его нужно закопать. И закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом. Близко. Нам надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее. О, боже, дышать нечем. Это чертова бонь меня догоняет. Это чертова бонь. А, як, дышать нечем. Ох, его реально блевануло-то. Черт. Господи, откуда все это лезет, а? О, черт. Я же вроде не ел кальмаров. Пить не умеешь, а? Пить не умеешь. Особенно на мост. Так, хорошо, посмотрим по карте, сколько нам еще ехать. Ох, друзья, нам еще ехать и ехать. Ну, поехали. Пить не умеешь. Пить не умеешь. Пить не умеешь. Продолжение следует... Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу! Мовые ботинки! Господи боже! Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да, да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Не... Ах ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так. А кто его зароет? Что? Погоди. Я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни. А хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бэби. Мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Но спокойной ночи, Бэби. Мне пора. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебе лопатой приложу. Ну что, покойся с миром. Правда, не вижу могилку Иона. Поехали, отвезем уже ребят по домам и уже поедем домой. Тяжелая ночка будет. Тяжелая ночка будет. Посмотрим по карте, сколько нам ехать. Нам нужно спускаться ниже. Ну, поехали ребят, отвезем уже. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok